Новое видео выходит каждый день в 20.00 Брулев создает свой сервер, серьезно, чуваки? Не-не, ну вы серьезно в это поверили? Брулев создает свой сервер, да-да, он же шарит в павне, в написании скриптов, в написании всего прочего и так далее. Я сразу понял, что он просто пойдет на какой-то сервер и будет там по-обычному снимать, как обычный GTA-самп-ютубер, но только будет говорить, что это его сервер. Как, допустим, было с Павловым и Evolve 0.3 сервером, который он называет своим сервером, однако он просто там снимает как обычный GTA-самп-ютубер, как было, допустим, с Ричи, хотя он обычный GTA-самп-ютубер, он просто снимал на Аризонеру или Плейчанлер, как было, допустим, с, блядь, как его зовут, блядь, TheBrainDead, с сервером BrainBurg на Аризонеру или Плейчанлер, возможно, кто-то помнит, это все сервера ютуберов, однако они не являются серверами ютуберов, они просто открываются как бы из-за ютуберов, туда набирается аудитория какого-то одного ютубера, в будущем закупаются еще какие-нибудь ютуберы, да и многое другое. И, понимаете, вот эта вот старая наебка, мол, слушайте, мой сервер, вот это, знаете, это мой сервер GTA-самп, это все, ну, полнейше наебалово, чтобы вы, ну, так, плюс-минус как-то понимали, потому что по-другому, ну, это попросту, блядь, не работает, ну, блядь, вы понимаете, то есть для того, чтобы привлечь максимальное количество людей на сервер, что нужно сказать, что сервер-то это твой, что, ну, реально, я же не буду вам какое-то говно рекомендовать, это мой сервер, я его лично разработал, это мой сервер, я тут за все отвечаю, хотя на практике оказывается, что они просто ютуберы на каком-то сервере, то есть так же, как, допустим, я снимаю на Arizona Roleplay Channel, или там на еще каком-нибудь сервере, допустим, на Samprope, вот я снимаю, это все равно, что я бы говорил, что это, чуваки, вот, Arizona Roleplay Channel, это мой сервер, или там, допустим, Samprope Legacy, это мой сервер, вот, то есть было бы точно так же, было бы вот точно так же, а также в ролике, который выпустил Ярослав Брулев, вот этот вот, знаете, гей, вот этот, я бы даже сказал, пидорас, потому что, ну, по-другому, то есть, ну, нельзя его никак охарактеризовать, если на него вот так вот посмотреть с виду, то, то есть, вы, наверное, думаете, что это какие-то шутки, я не знаю, и так далее, но вы знаете, я человек, который шутит вообще в последнюю очередь, у меня все очень сильно серьезно, если вот вы почитаете признаки того, как ведет себя латентный гомосексуалист, блять, сложное какое слово, да, то там, блять, Брулев будет вот прям, ну, под все критерии попадать, вот прям сейчас я вам говорю, введите вот признаки латентного гомосексуалиста и просто сравнивайте Брулева с каждым этим признаком, и вот просто он будет совпадать на все 100%, ну, ладно, мы сейчас пришли поговорить не про это, мы пришли поговорить более про Брулева, более про Брулева, на какой сервер он перешел, да и многое другое, я думаю, что тут гадать долго не надо, потому что и в Rockstar Bombit выложили, да и Ангел Касада про это говорил, Ангел Касада про это говорил, кстати, еще до ролика Брулева, это такой, знаете, наш самповский Нострадамус, то есть, Ангел Касада в самом деле, он и как-то, знаете ли, хотя я не помню, как выглядит Нострадамус, возможно, он похож на Ангела Касада, возможно, нет, возможно, Ангел Касада это сын Нострадамуса в пятом поколении, в каком-нибудь, блядь, и многое другое, но, ладно, давайте сегодня без этого, в общем, Брулев Ролеплей замазал, как бы, основателя сервера на сервер, которого человек он переходит, блядь, как-то я странно немного формулирую слову, но я думаю, выпой, он замазал этого человека, с которым он разговаривал, мол, с создателем вот этого вот своего сервера, но бдительные, бдительные люди сразу поняли, что это основатель Гранд Ролеплей. Да и понять-то было, ну, скажем честно, несложно для людей, которые знают основателя Гранд Ролеплей, это было прям, ну, вот, расплюнуть, вот, просто вот, реально, вот, просто ты смотришь на человека и сразу поняли, а, это же основатель Гранд Ролеплей. На самом деле, я не знаю, как, блядь, они узнали основателя Гранд Ролеплей, откуда он где-то, даже если вот зайти в официальную группу Гранд Ролеплей вконтакте, то там в блоке контактов не будет вот этого вот основателя Гранд Ролеплей. И то есть, вообще мне непонятно было, кто основатель вот Гранд Ролеплей, кто им владеет и многое другое. У меня вот от Гранд Ролеплей остались только какие-то очень негативные эмоции, когда мы с ними сотрудничали, сотрудничали мы также с многими моими, там, знаете ли, самповскими приятелями вместе с Гранд Ролеплей. И вот я тогда смотрел просто и думал, мгм, 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 блядь, как же всё хуёво. Начиная от игноров, блядь, по несколько, сука, там, дней, блядь, просто вот ты пишешь, слушайте, выдайте мне, пожалуйста, там, какие-нибудь деньги, меня срочно нужен для контента или, там, телепортируйте туда-туда, тебе отвечают, блядь, через несколько дней, слушай, а куда тебе надо телепортировать? Просто когда ты ролик уже сам отснял своими силами, тебя, сука, вот это вот делают. Возможно, сейчас там что-то доизменилось, возможно, вполне возможно. Я думаю, что никоим образом нельзя это отрицать, то есть, что вот что-то могло измениться на Гранд Ролеплей в плане менеджмента, но, блядь, вот у меня остался вот такой вот осадок, да и у многих других людей, сотрудничающих с Гранд Ролеплей, остались такие же вот, как бы, претензии конкретно вот к пиар-менеджеру. Это, ну, это просто невозможно, блядь. И я отснял, я помню, я отснял, блядь, три ролика, вот, и мне говорят, типа, бля, не, ну как-то, слушай, промокодов у тебя мало, поэтому, ну и пошел ты нахуй в целом. Еще и там варны какие-то получал за плюс С в стену. Пиздец, не, ну ты реально уебан, ты, то есть, реально, получается, уебок. Вот, и вот так мы закончили наше сотрудничество с Гранд Ролеплей. Позже, вот, несколько месяцев назад, они мне сами писали по поводу сотрудничества, но я уже, зная обо всем этом, я как-то, ну, вот так тактичненько отказался от участия в их рекламной кампании, в рекламе их сервера и многого-многого другого. Опять же, хочу сказать, Брулев не является основателем сервера, на котором он будет играть, если это будет Гранд Ролеплей, а это, скорее всего, будет Гранд Ролеплей, потому что уже многие проверенные издательства об этом написали, ну, Рукстар бомбит, как минимум, и Ангел Касада, как максимум, об этом сказал, вот. И, если всё-таки это будет Гранд Ролеплей, то будьте уверены, он не является основателем, вот, своего вот этого вот сервера, он просто там играет, как обычный, сука, ютубер. Основатель сервера, это когда ты, блядь, с нуля пишешь свой мод, либо покупаешь другой мод, и под ним вот всё идёшь, когда всё управление сервера находится у тебя, хост машина, блядь, форум, сервер, сайт, это всё у тебя, а не когда ты просто ютубер, которому платят фиксированную сумму за ролики и за стримы, и за вот многое-многое другое. И поэтому Брулёв как бы, ну, не является основателем. Возможно, многие из вас это знали, но просто для людей, которые могут этого не знать. А вообще, Брулёв это мой очень давний такой, знаете, дружочек, но, к сожалению, я не воспринимаю вот каких-то, знаете, геев, вот каких-то вот пидорасов за своих друзей. Уж извините меня, пожалуйста, я отношусь толерантно ко всем, но вот Брулёв это прям, это не то чтобы гей, это, блядь, настоящий пидорас. Вот прям пидорасина, вот так я могу сказать даже про него. В общем, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока.